Музыка Вы знаете, есть одна тема, на которой всегда готовы поговорить зрители нашей программы, в общем, через WhatsApp, это здоровое питание. Вот КМО, там вот нитраты, что-нибудь такое. А у нас есть чистые натуральные продукты, вот тут тоже интересно, мне кажется, уже почти не осталось. Ну, в принципе, вы совершенно правы, это настолько важно, что у нас даже существует национальный проект «Здоровое питание», точнее, он часть другого проекта. Я несколько запутался в этих национальных проектах, поэтому об этом сегодня расскажет Светлана Лосева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Насколько я знаю, вот этот национальный проект, он как раз реализуется по предложению Роспотребнадзора вашей организации, да? Совершенно правильно вы говорите. Проект «Укрепление общественного здоровья» является частью национального проекта «Демография». В рамках этого проекта как раз реализуются мероприятия, направленные на то, чтобы у людей сформировалась мотивация к ведению здорового образа жизни, а именно здорового питания. В целом о проблеме здорового питания уже говорят не первые десяток лет. О том, что необходимо соблюдать здоровое питание, соблюдать принципы здорового питания, что в результате этого будут улучшаться состояние человека, профилактика заболеваний, которые связаны с фактором питания, с этим связаны. И вот сейчас реализуются как раз такие направления национального проекта «Демография», которые направлены на сохранение популяционного здоровья, то есть здоровья целой нации. Но что за мероприятия будут в рамках вот этого проекта огромного? В рамках этого проекта реализуется целый комплекс мероприятий. В рамках проекта реализуется оснащение испытательных лабораторных центров новым современным оборудованием, которое позволяет проводить исследования пищевых продуктов не только по показателям безопасности, то есть выявлять незаявленные компоненты, которые могут вводиться в пищу, но и по показателям качества, которые характеризуют биологическую пищевую ценность пищевого продукта. А вот есть такое мнение, что на самом деле не надо людей приучать к здоровому питанию, как бы обеспечить их лучше материально. Если у человека есть деньги, он будет питаться здоровой пищей, да, соответственно, если есть возможность, он будет покупать здоровые продукты. Но из-за того, что вот уровень жизни достаточно низкий у нас сейчас, да, соответственно, люди вынуждены просто покупать некачественные продукты. Либо дело не в этом. Я бы не стала соглашаться с таким утверждением по поводу того, что если вы не используете здоровые продукты питания, у вас будут просто денежные средства в достаточном количестве, то все проблемы будут решены. Все прекрасно знаем, что микроэлементы, к примеру, витамины и ряд других биологических активных веществ, они не сохраняются в организме, сколько бы мы их не съели, например, в летний период времени. Поэтому есть у вас денежные средства или нет денежных средств, если этих необходимых биологически важных веществ нет в пище, вы их не приобретёте ни за какие деньги. Соответственно, всё равно придётся корректировать свой рацион питания. А для того, чтобы корректировать рацион питания, нужно понимать, каким образом его корректировать, что необходимо использовать в пищу, в каких количествах. А вот, кстати, что необходимо тогда использовать в пищу, и я понимаю, что в количестве там очень много можно разглагольствовать, да, об этом. Ну, вот есть ли основные тезисы? Имеются два основных закона здорового питания. Первый закон. И второй закон можно увидеть на любой потребительской упаковке с любым пищевым продуктом. Это та запись, которая говорит о пищевой энергетической ценности пищевого продукта. Все мы с ней знакомы. Вот первый закон говорит, что у нас энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергетическим тратам организма. Чем больше осуществляется какой-то физической работы, значит, и энергетическая ценность рациона должна быть более высокой соответственно. И второй закон говорит о том, что химический состав пищевой продукции, он должен соответствовать физиологическим потребностям организма. Возрасту, росту, соответственно, полу, той физической нагрузке, которая осуществляется, в том числе и генетической предрасположенности. Имеет определенное значение в том, чтобы химические вещества, которые содержатся в пищевом продукте, выполняли свою положительную функцию. А тогда вам не кажется, что производителям надо писать на упаковках совсем не то, что они пишут? Как правило, там куча всяких непонятных для людей терминов. А нельзя это просто расписать? Вот этот продукт вреден для людей такого-то возраста. Для мужчин, знаете, какие будут талмуды тогда вот продукты? Там, мне кажется, даже меньше будет, просто более понятно. Потому что далеко не каждый человек разберется, вот этот краситель для него опасен или нет. Вот сколько-то калорий для него пойдет или нет. Во-первых, любая информация, которая указывается на потребительской упаковке, она уже регулируется государством. То есть та информация для потребителя, которая должна быть на упаковке, она определена техническими регламентами. Большинство людей все равно не понимают, что это значит. А вот здесь в обязательном порядке указывается информация, которую все-таки человек должен прочесть. Это кто изготовитель этой продукции, как она называется, какой у нее состав. Потому что и в состав любого пищевого продукта могут входить, например, те компоненты, которые вызывают аллергические реакции. В том числе есть такое требование законодательства, чтобы были в составе продукта указаны компоненты, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Дата изготовления, срок годности, условия хранения пищевого продукта – необходимая информация для потребителя. Пищевая и энергетическая ценность, еще раз мы возвращаемся к вопросу здорового питания, тоже необходима для человека, если он пытается строить свой рацион с учетом этих требований. Но ведь это все... Да, и в настоящее время все-таки в России реализуется еще такой проект, как цветовая маркировка пищевого продукта. То, о чем вы говорили, по принципу красный, желтый, зеленый. К сожалению, пока это добровольное участие производителей в этом проекте, пока это не является обязательным требованием законодательства. Но производители, которые хотят, к примеру, продвинуть свой продукт на рынке, они могут указать такую маркировку по принципу зеленый, значит, соответствует требованиям, которые касаются именно здорового питания. К примеру, содержит меньшее количество сахара или меньшее количество соли, меньшее количество жира. А красный, значит, содержание таких веществ достаточно велико, и человек должен задуматься, стоит ли ему покупать. Ну, желтый, соответственно, это промежуточное значение между первым и вторым. Вот Нина не даст соврать, к нам очень часто присылают фотографии ценников и этикеток с товаров, купленных в магазине. Как-то, я помню, недавно Нина показывала упаковку пельменей, и там вот все было написано, как я понял, на якутском, нет, или на алтайском. На казахском, может быть, написано совершенно спокойно. В общем, не по-русски. Имеют право продавать продукцию, где вот состав написан не русским? Не по-русски. Конечно же, нет. Информация, которая наносится на потребительскую упаковку в соответствии с требованиями законодательства, должна быть нанесена на русском языке и может быть нанесена на ином языке, например, на языке изготовителя. Пожалуйста, это возможно. Но на русском языке информация должна быть нанесена в обязательном порядке. Очень часто, ведь товар поставляется в страны таможенного союза, да, там, соответственно, может быть и на других языках, но русский язык должен быть в обязательном порядке. В обязательном порядке. Это требование технических регламентов как раз таможенного союза. Но в любом случае, вот тоже самое правильное питание, его просто поставив продукты, да, только качественные, наверное, не решить вопрос. Тут, наверное, нужно еще и обучать там у детей с самого детства. Вот возможно ли какие-то проводить курсы, может быть там классные часы для детей, чтобы хотя бы просто научить их с раннего возраста разбираться, что, например, вот эта энергетическая ценность, да, она не подходит, если у вас нет там большой нагрузки и так далее. Вы правильно совершенно говорите, потому что в проект поведения общественного здоровья, кроме оснащения лабораторных центров и высококачественного оборудования, еще входит проведение обучающих мероприятий. И в настоящее время мы уже проводим такую работу. Имеются разработаны специально программы для различных групп населения, начиная вот с самого раннего детского возраста, дошкольников. Причем они разработаны таким образом, например, для дошкольников, что такая работа проводится в форме игры. Потому что маленькие дети, они, конечно, не смогут сидеть и слушать лекции, они их не осознают и не примут в своей жизни. А вот игровые формы, они позволяют им закрепить определенные навыки. Причем это будут навыки такие, которые мы используем в своей жизни, когда говорим своему ребенку, когда я ем, я глухо не ем, к примеру. Перед едой необходимо вымыть луки, овощи, фрукты перед тем, как покушать, необходимо вымыть тщательно под водой. И вот такие игровые различные формы позволят закрепить определенные навыки у детей. Для школьников есть своя программа, для взрослых людей, для людей цифрового возраста. Я просто в самом начале хотел задать вам вопрос. А как вы считаете, на Дальнем Востоке соблюдать именно здоровое питание труднее, чем в других регионах России? Но не секрет, что мы находимся далеко. Соответственно, у нас в основном китайские овощи, фрукты, которые считаются, что они вредны. Я не думаю, что соблюдать принципы здорового питания на Дальнем Востоке труднее, чем в других регионах Российской Федерации. Главное понимать, каковы эти принципы и что вы хотите получить в конечном итоге. А в отношении овощей и фруктов, конечно, Дальний Восток, наша территория, она находится в таком климатическом районе, где производство сельской продукции является рискованным. Всегда завозили в наш регион овощи и фрукты с других регионов. Кстати, у нас сейчас на потребительской полке есть овощи и фрукты, которые произведены в других регионах России, не только китайского производства. Мы в постоянном режиме проводим контроль за соответствием реализуемой плодовочной продукции, требованием законодательства, в том числе и на том высокоточном оборудовании, которое поставлено в наш центр. И что показывает, кстати, что китайский, что и прочее? И мы по итогам этого полугодия провели исследование более 200 проб такой продукции, причем более 60 – это как раз завозная и импортного производства плодовочная продукция. Мы не выявили превышение допустимых норм ни по содержанию нитратов, ни по содержанию птицидов. Но все-таки если говорить о дальневосточном питании, понятное дело, что у нас здесь холодная зима, и для того, чтобы как-то преодолевать эти невзгоды и трудности климатические, всегда говорилось, что нужно есть больше мяса и так далее, и тому подобное. Но современный человек, он ведь двигается не так много, как даже лет 20 назад тот же дальневосточный. У нас у многих есть автомобиль, это, собственно, из дома в офис, из дома в машину, из машины в офис, из офиса в машину и домой, может, через магазин. То есть физической нагрузки практически никакой нет. И вот как раз-таки стоит ли сейчас прислушиваться к тем требованиям, что нам действительно нужно высококалорийное питание зимой и так далее? Мы ещё раз, наверное, вернёмся к тому принципу, к первому принципу здорового питания, который говорит по поводу того, что какие будут энергетические траты, такова должна быть энергетическая ценность рациона. Если у человека низкие энергетические траты, он не выполняет какой-то большой физической нагрузки, то его рацион питания, соответственно, должен быть равен где-то от 2000 до 2500 килокалорий в суток. И мяса совсем чуть-чуть, да? Ну почему? Белковая пища, она необходима. И в интернете даже можно найти пищевую пирамиду. Очень интересно посмотреть, наверное, на неё, где показано, в каких пропорциях, в принципе, нужно употреблять пищевые продукты. Нижний ярус – это зерновые продукты, а потом следующий ярус – это овощи и фрукты, которые рекомендуют 400-500 граммов сутки употреблять. Следующий ярус – это молочные продукты, мясные продукты, белковые продукты. И на самом верху самая маленькая часть принадлежит сладостям, жирным продуктам, зелёно-копчёным. В том числе и красной икре. То есть икру надо есть, да? В небольшом количестве, конечно, почему бы и нет. А ещё, вот сейчас часто говорят, что питание стало хуже, то ли дело в советские времена, ели со своего огорода. А я вспоминаю, на самом деле, зимой свежих овощей и фруктов у нас на столе практически же не было. Были только... Сашенные, солёные. Квашеные, солёные. На самом деле, там питательных-то веществ практически не было. То есть при всех недостатках китайских овощей, они же у нас в основном составляют основу продаж зимой, да? На самом деле, это всё равно благо. Лучше китайские овощи, чем консервированные. Ну, конечно, лучше иметь свежие овощи и фрукты на столе, чем уже переработанная продукция. Спасибо большое. У нас здесь так была Светлана Лосева, заместитель руководителя управления распотребнадзора по Хабаровскому краю. Мы говорили о здоровом питании, о том, что есть такой национальный проект. Но на самом деле, больше всего, здоровость вашего питания зависит от вас, да? То есть смотрите этикетку, думайте, полезен ли вам этот продукт, либо вам просто его хочется съесть. И делайте выводы. Продолжим после рекламы. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!